седьмой урок тоже седьмая очень приятная цифра такая 7 это очень радостная веселая цифра значит седьмой урок у нас в цикле увеличиваем радость умножаем радость увеличиваем радость мы изучаем книги которые нас обучают как быть более радостными потому что быть безрадостными это как-то совсем грустно да как это жить и быть безрадостными смысл какой смысл безрадостной жизни да значит все поэтому мы учимся как радость умные люди учатся и так а глупые думают что они все знают как папа один учил сына говорит сынок те кто говорят что они все знают те кто в чем-то категорично уверены они говорят чаще всего дураки сын такой говорит папа ты уверен он говорит абсолютно точно абсолютно вот так что мы изучаем мы учимся значит там начинаем мы с того что изучаем книгу рон вабер его зовут да рон вабер и он значит нам рассказывать с точки зрения брестовского хасидизма как льет басимка как жить как быть в радости да теперь значит он нам объяснил уже до этого момента сейчас мы изучаем какие бывают какие бывают барьеры он говорит так смотри внутри у человека есть внутренняя радость есть у всех какая-то внутренняя радость это связь со всевышним то есть если у человека от душа в душе он часть всевышнего значит он связан со всевышним вечность всевышний вообще просто там внутри как под знаете как океан наверху потяне волны бушу и там что-то бурлят какие-то пакетики плавают а внутри то океана всегда всегда внутри океана тишина и покой точно так же внутри человека всегда есть счастье всегда есть счастье всегда есть радость глубоко внутри но внешне внешне бывает что счастья нет и радости нет теперь он нам говорит что забирает радость первое он нам объяснил это животное сущность человека она его тянет вниз тянет она его как всех животных к страшно животным страшно они все пугливые все животные пугливые они в пищевой цепочке они все время являются пищей для кого-то и получается что они все время кони вообще там мы спят стоя потому что страшно вдруг час на этого коня нападет какой-нибудь там волк например да олени вообще пугливые глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах это мы знаем тоже по это какого-то получается что что первое что забирают у человека радость это его животное сущность которая его тянет к к беспокойству второе он нам сказал что забирают у человека радость это сравнение он все время сравнивает себя с кем-то что вы ему кажется что где-то трава зеленее у кого-то там жена лучше у кого-то жизнь лучше у кого-то работа лучше и так далее да теперь а в я дальше сегодня мы пришли к третьему третье он говорит что человека забирает радость на иврите это звучит микроизма значит разные случаи как-то случай забирают радость и он здесь нам рассказывает такую вещь что как-то как он надо этого дошел он где-то был он в ситуации барами когда он был в армии и он охранял охранял он к стоял на посту и в израильской армии такое бывает его забыли значит он бывает такое в израильской армии что должны были его сменить и и сменщику уехал кто-то второй кто должен был захотеть тоже где-то он был в общем он говорит я стою и понимаю что все мои планы рушатся и когда понимал что все мои планы рушатся я начал злиться начал я внутри злиться нервничать переживать а потом что а потом я понял в какой-то момент что да планы рушатся вот я уже они уже разрушились даже они не рушатся они разрушились или тот момент когда я принял ситуацию что что уже все значит плану разрушился у него было все запланировано начать ненько куда дальше там ехать он говорит в этот момент у меня произошло совершенно успокоение я вдруг услышал что вокруг поют птицы начала рассматривать там цветочки природа то есть мне стало спокойно да я принял то что мой план разрушился и он из этого делает вывод такое что что мир он гарантированно будет разрушать планы человека причем даже его самые серьезные планы жить они рано или поздно будут разрушены потому что все в этом мире исчезает все смертное есть болезни есть разные внешние плохие события войны которые вообще человека не зависят есть но планы постоянно рушатся то всего выход какой и вывод что планы рушатся теперь если человек не умеет с этим работать он все время будет вот эти вот разрушение его планов будут лишать его радости теперь а как же чтобы это не лишало радости он говорит вот тут надо опять же научиться понимать что есть внешний мир который не под контролем человека есть другие люди не под контролем человека есть мир вообще мироздание не под контролем человека то есть когда он чек осознает эту понятную истину да этот факт он на момент когда его план как он хотел бы чтобы мир шел когда этот план нарушается он в этот момент уходит в свой внутренний мир или в духовный мир поднимается или уходит свой внутренний мир и становится в этот момент наблюдателем принимая то что произошло как данность да это есть то что есть есть я вспоминаю есть такая молитва ее приписывают то то оптинским старцам только каким-то другим старцам очень молитва она такая что господи дай мне дай мне силы бороться там где я могу изменить дай мне смирение смириться там где я не могу изменить и дай мне разум чтобы отличить одно от другого то есть есть ситуация когда нужно действовать и нужно стараться есть ситуация когда нужно принять но сейчас так как мы говорим не о изменении мира мы говорим о еще раз тут важно помнить что правильность действия зависит от той цели которую я хочет хочет достигнуть например вот один как-то человек со мной консультировался да и он говорит такую вещь вот у меня там конфликтная ситуация в семье дети подростки очень дети подростки такие они очень тяжелые в воспитании я могу я что-то хочешь я хочу доказать обучить ппи ну как-то у него есть какая-то цель я говорю смотри если у тебя такая цель то тогда и очень тяжело достигнуть если у тебя цель ну и и тогда есть определенные способы как достигнуть цель если ты хочешь воспитать своего там ребенка подростка я всегда советую таким людям обращаться к специалистам потому что если ты не специалист как воспитывать ребенка подростка почему ты думаешь ты же не можешь сесть на мотоцикл например и поехать если ты не знаешь как выводить или там ты не можешь управлять вертолетом так почему человек у которого растет ребенок подросток думает что он может его воспитывать если он его никогда не воспитывал ребенок подросток устроен сложнее чем вертолет то есть это понятно у него очень сложный психологически, гормональные процессы происходят в голове. Поэтому, как дилетант может позволить себе влазить в голову ребенка-подростка, не обучившись, как это делать, да, если бы ему сказали, вот тебе вертолет, лети, он сказал бы, не, ни в коем случае, вы что, я боюсь, а ребенок-подросток, ну ладно, тут попробую сейчас, да, и поэтому очень много происходит сложности во взаимоотношениях, и ломаются судьбы людей, ломаются психика людей, родителей, детей и так далее, потому что они учатся. Теперь, но опять же, в отношениях есть несколько разных целей. Научить, а есть цель отношения, и это абсолютно разные действия, разные подходы. Если ты хочешь улучшать отношения, это одна история. Если ты хочешь воспитывать, это другая история. Если ты хочешь заставить, это третья история, да, то есть тут есть варианты. И он говорит такую вещь, что мы здесь сейчас занимаемся чем? Мы занимаемся тем, как увеличить радость. Для того, чтобы увеличить радость от жизни, нужно понять, что вот эти вот события, которые ломают планы, они были, есть и будут. Это гарантия, что были, есть и будут. То есть никогда ни у одного человека не будет жизнь полностью по его плану. Поэтому тот, кто хочет продолжать радоваться и не впадать в раздражение, гнев, депрессию постоянно, должен научиться принимать, научиться принимать реальность такой, какая она есть. И, значит, научиться принимать реальность. Если вот вам не нравится реальность, вот есть какие-то дети и люди, которые на уроке про радость, они, значит, вдруг ставят какие-то эти самые флаги палестинские. Зачем? Какая здесь, это же не место для демонстрации, правильно? Теперь, значит, какая реакция? Реакция спокойно взять, заблокировать и все. И даже не расстраиваться, потому что действительно мир, он двигается по своим каким-то, как сказать, ну, у каждого Абрама своя программа, у каждого Додика своя методика, у каждого Пинника своя лирика, и у каждого пропалестинского активиста своя активность, да. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, с этим мы разобрались. Он нам говорит такую вещь, что очень много раз в жизни, даже, я думаю, что, ну, прям, очень много раз в жизни внешние события не дают нам никакой причины для радости. И когда особенно случаются вещи, которые мы расцениваем как неприятные, то, что это сложно человеку радоваться в такой ситуации. Это один из, это уже третий мы сейчас изучили, третий барьер к тому, чтобы быть радостным. Как с этим барьером быть? Принять заранее, что в жизни будет очень много вещей не так, как нам хочется, что это нормально, что Всевышний управляет миром, у него есть свои какие-то расчеты и, значит, научиться это принимать. Научиться это принимать, все, тогда мы себя же спасаем от постоянных раздражений и огорчений, если мы принимаем реальность, что внешний мир, он не находится под нашим контролем. Теперь вторая книга, вот как раз они, две эти книги, они часто дают два пазла, которые дают, знаете, как коктейль. Есть джин, есть тоник. Вместе соединяешь, получается джин-тоник. Совершенно новый другой напиток. И вот здесь у нас тоже две разные книги, два разных подхода, но если они соединяются, то тогда, тогда появляется какой-то новый такой интересный коктейль. значит, что он здесь нам советует? Значит, первое, что он нам советует, такую интересную вещь. Он говорит, что Всевышний заботится о всем мироздании и дает всем все необходимое, даже тем, кто в него не верит. Я смешной такой читал один раз, ну, человек какой-то написал, что говорит, у меня с Богом нет взаимоотношений. Типа, я понял, что я без него обойдусь. И он такой, знаешь, как это ты без него обойдешься? Ты живешь, ты дышишь, ты пользуешься всем миром, который создал Всевышний, он им управляет. То есть, вот эта вот позиция такая, я без него обойдусь. Она очень, ну, очень смешная. Теперь он говорит такую вещь нам, что Бог дает всему мирозданию жизнь, возможность для жизни. И для того, чтобы быть в этом мире счастливым, он говорит такую вещь интересную, что нужно думать не только о себе, а о других людях. И в этом ты уподобляешься Всевышнему, и ты становишься с ним, ты становишься проводником его добра. То есть, как только ты начинаешь думать не только о себе, а о других людях, он так даже это формулирует интересно, у маленького ничтожного человека желания низкие и ничтожные. А великие люди хотят осчастливить весь мир, их желания огромные. Точно так же средний человек думает и просит только о себе, а великий человек просит о других. То есть, он говорит такую вещь, что для того, чтобы быть счастливым и реализоваться в этом мире как человек, обязательно нужно думать о других людях и просить у Всевышнего за других людей, молиться за других людей. То есть, тогда ты становишься проводником, ты становишься другим. То есть, каждый из нас, мне тоже очень такая мысль одна понравилась, что мы все время обновляемся. То есть, каждый человек, он не то, что вот он один такой, какой он есть, да. То есть, он утром проснулся, он один. Дальше он может в течение дня подниматься выше в духовном уровне, может падать на самую низкую ступень. То есть, человек все время меняется в зависимости от того, с кем он общается, в какой он ситуации в данный момент находится. И в момент, когда человек начинает думать о том, чтобы другим людям было хорошо, когда он начинает просить у Всевышнего за других людей, когда он начинает создавать продукты, которые могут помочь другим людям, да, если говорить про бизнес. Значит, то, что получается? Получается, что в этот момент он меняется сам, и он становится более великим, он становится более масштабным. Человек, который такой мелкий, да, он думает все время только, он эгоист такой, он думает только о себе. Человек, который более масштабный, он думает о других. Но бывает, он сидит, например, сейчас где-нибудь на работе, да, он работает или даже не сидит, он грузчиком работает, он мешки носит, да. Но как он может в этот момент думать о других? Очень просто. Он носит мешки, в этот момент молится и говорит, Всевышний, сделай так, чтобы в мире наступил мир, чтобы было все хорошо, чтобы все, кто болеет, выздоровели, чтобы и так далее. То есть, он внутренне начинает нести добро. Оп, смотришь, он ходит такой с мешком веселый. Я вам расскажу историю про одного, значит, был лет сто, около ста лет назад, один из таких самых богатых, влиятельных людей того времени в мире звали его Шваб, по-моему. Шваб, его была фамилия, имя я не помню сейчас его, Шваб, Чарльз Шваб, мне кажется. Я о нем читал, очень много его упоминает Дэл Корнеди в своей книге. И вот в другой книге я читал о том, как он попал к Эндрю Корнеди на работу. Он был управляющим всеми бизнесами миллиардера Эндрю Корнеди. И вот, значит, когда, когда, Чарльз Шваб его звали, да, он работал, всего лишь он работал продавцом в магазине. И вот как-то пожилая женщина зашла в магазин, на улице был дождь, и он увидел, что пожилая женщина, которая плохо себя чувствует. Ну, видно было, что она пожилая и тяжело. Она, значит, эта пожилая женщина, он ей предложил стул, он ей говорит, садитесь, пожалуйста. Предложил ей стул, чтобы пожилой человек улыбнулся, задал какой-то вопрос. Она, значит, отдохнула и вернулась домой. Но он же не знал, что это была мама Чарльза Шваба, что это была мама Эндрю Корнеди, самого богатого на то время в Америке человека. Или он, может, в тому времени еще не был самым богатым, потом он стал. А Эндрю Корнеди, он был уникальный человек, который, когда его спрашивали, как он разбогател, как он стал таким богатым, да, он был простой мигрант в Америку, до 13 лет был безграмотный. Когда его спрашивали, как он разбогател, он говорил, что я, говорит, у меня есть секрет. Я умею собрать вокруг себя людей, которые намного умнее, чем я сам, и следовать их советам. Это говорил про себя Эндрю Корнеди, и эти же слова он приказал написать на своей модиле. На его модиле написана вот такая вот фраза. Здесь лежит человек, который умел собрать вокруг себя людей, которые были намного умнее, чем он сам. И Эндрю Корнеди, кстати, интересно, в 60 лет он раздал на благотворительность практически все свое состояние. он открыл 5000 библиотек, и он финансировал 25 лет такого человека, который написал «Думай богатей» книгу, да. Вот он в предисловии пишет, что 25 лет мне Эндрю Корнеди платил стипендию, чтобы я открыл для других людей секрет как раз «Богатей». «Думай богатей» эта книга такая очень известная есть. Все это иллюстрации к тому, что нам сказал сейчас Рав Авраам Цвишварц. Он сказал нам так, что человек, который начинает думать о других людях, помогать другим людям, молиться за других людей, в этот момент он становится очень близкий для Всевышнего, он становится великим человеком, то, что называется. И дальше он говорит «Притягивайте удачу», следующий его совет, он говорит так, что «Я вам сейчас раскрою секрет красоты, как стать самым привлекательным человеком на свете». Как стать самым привлекательным человеком на свете? Это очень просто. Нужно быть счастливым. Быть просто счастливым и все, сиять от счастья. Петь только не на показа, а по-настоящему. Петь от счастья, и вы будете образцом красоты. Это означает, что несмотря на все то, что происходит вокруг нас, мы чувствуем себя счастливыми даже на похоронах. Почему? Потому что мы все время ощущаем, что Творец несет нас на своих руках. Мы чувствуем Его тепло, которое защищает нас. Это Он, Бог, ведет наши жизни по правильному пути, направляя нас к добру. И поэтому мы счастливы. Он пишет дальше «Я вижу, как вы недоверчиво качаете головой». Несомненно, вы правы, это очень трудно. Это почти не посильно, но это возможно. Мы можем это сделать. Давайте будем счастливыми. Прямо сейчас начните первый урок. Улыбай. Улыбнитесь. Это первый шаг к успеху. То есть, Он нам говорит тоже такую вещь очень интересную, что главной целью человека должно стать вот это вот ощущение близости ко Всевышнему, доверия Всевышнему. Осознание, что Бог все в этом мире делает для добра. И когда ты это осознаешь, ты наполняешься вот этим светом. И этот свет уже тогда все в твоей жизни, он меняет. Появляется здоровье, появляются хорошие отношения, появляются люди вокруг. Но человек, который злой, эгоистичный, плохо относящийся к людям, ненавидящий, то он своей ненавистью, да, сегодня как раз 10 глава, и там есть такой отрывок. Сина Терер Медоним. Значит, ненависть пробуждает суды. Веколь Пшаим Техосе Аава. И все Пшаим это все проступки такие, да, даже глупые проступки. Перекрывает любовь. Значит, здесь есть у этого отрывка в притчах есть два объяснения. Первое объяснение это между людьми. То есть, если мама любит своего сына, то она, сколько бы ей не говорили, что он там преступник, он все. Мама скажет, нет, он просто попал в плохую компанию. Ему говорят, да он ее основал. Мама говорит, нет, этот мальчик не мог сделать зла. Это мама, которая любит сына. Она все ему, все она будет оправдывать. Теперь, но сина ненависть, она пробуждает, она пробуждает прямо суды, конфликты. То есть, если человек один ненавидит другого, то он найдет вообще, зацепится обязательно за что угодно он зацепится для того, чтобы начать скандал, конфликт и так далее. Поэтому, это если между людьми. Но если посмотреть глубже на духовные законы, ведь все в этом мире это проекция духовных законов. Если человек внутри наполняется ненавистью, да, то в первую очередь он пробуждает суды на себя. Люди, которые наполнены ненавистью, они обычно очень-очень несчастные. У них в жизни постоянно какой-то головняк, у них в жизни постоянно что-то случается плохое. И они, чем хуже им, тем они больше наполняются ненавистью и обвиняют кого-то вокруг. Но причина, что они наполнены ненавистью. И ненависть пробуждает на них суды с неба. Теперь и все, все проступки перекрывает любовь. Когда человек любит Всевышнего, когда человек благодарит Всевышнего за все, что с ним происходит. Вот, например, Татьяна, да, были обстрелы, но Татьяна, она все равно понимала, что Всевышний ее хранит, сохраняет, что Всевышний все под контролем. И в этот момент у нее внутри ее внутренний мир был наполнен вот этим светом Всевышнего, который ее защищал. Мы не знаем, мы не понимаем, как вообще все это работает. Каждый человек живет, смотрит на разные, с разных ракурсов, да. Но в мире живет 8 миллиардов человек, а всяких, ну, зла намного меньше. И вот тут важный момент, насколько ты впускаешь зло, которое где-то там, в себя. Если ты впустил зло, которое где-то там, в себя, то зло тогда в тебе. И дальше оно начинает распространяться вокруг тебя. Поэтому очень важно, вот то, что он нам сказал, чтобы, это очень важная цель, сохранять свой внутренний мир чистым, светлым, добрым, веселым, любящим, распространять это на себя, на своих близких, на свою семью. И тогда, тогда в мире вообще все будет хорошо. Но получается, есть несколько таких вот злодеев, их мало, их меньше одного процента, ну, по-настоящему злых людей. Они всех, как заноза, которая всего лишь одна маленькая заноза, но она делает, делает неприятно. То есть, у тебя все тело здорово, а там где-нибудь в пятке там маленькая заноза. Все, ты не можешь ходить. Так, вот этот один процент злодеев, он конкретно рушит весь мир. Конкретно эти злодеи, неадекватные люди, маньяки, да, такие как, ну, каждый может назвать маньяков, которые, по их мнению, именно они причина всех неприятностей в мире. Но вот эти маньяки, можно их впускать в себя, можно не впускать. Можно, а не дай бог, самое страшное, когда люди из-за одного такого маньяка становятся такими же маньяками и начинают рушить все вокруг себя, рушить свою жизнь и так далее. То есть, зло, оно, его нужно как-то, как притч такой, да, но рано или поздно зло само лопнет. Я вам точно говорю. Зло, оно лопнет само. Главное, не пускать его в себя. Все, всем хорошего дня, чтобы было всех сейчас месяц, когда увеличиваем в радости. Мы тренируемся конкретно увеличивать в радости. Поэтому давайте сейчас мы, значит, подведем итог. Первое. Случаи, которые рушат планы, обычно выбивают из радости, но людей умных уже и грамотных, которые ходят на ротевая икра, уже изменение планов не должно выбивать. Все к лучшему. Второе. Это человек, который молится за других людей, он просит за других людей и хочет, чтобы всем было хорошо, то в первую очередь хорошо будет ему. Это второе, то, что мы сегодня выучили. И третье, то, что мы выучили, что ненависть, она пробуждает суды. И получается у человека тот, кто впускает в себя ненависть и начинает проецировать ненависть, то он же сам попадает под удар в первую очередь. А любовь, она закрывает много проступков. Все. Всем удачи, успехов, хорошего, хорошей недели, хорошего месяца в 11.00. У нас сейчас появился еще по воскресеньям один урок для партнеров икра и спонсоров икра. То есть, это люди, которые поддерживают и являются партнерами во всем развитии икра. И для них есть отдельный урок. А потом мы его ставим уже в онлайн-школу «Жизнь по Торе», чтобы все его могли посмотреть. Поэтому, если вы хотите войти в круг тех людей, которые помогают и которые являются партнерами во всей просветительской деятельности икра, то welcome, значит, вы можете связаться. Где ссылка? Вот есть ссылка внизу, вайкра.com, в телеграм-канале, сайт вайкра. Везде можно стать партнером или спонсором вайкра. Это партнеры, это они помогают 50 долларов в месяц, а спонсоры помогают 100 долларов в месяц. И на эти деньги мы сейчас создаем онлайн-школу и 50 тысяч уроков Торы, 50 тысяч часов просмотров урока Торы в месяц. Каждый человек, мы высчитали нашу эффективность, доллар, вложенный в цдаку. Это как вы вкладываете в милосердие высшего уровня сообщения о Всевышнем. Доллар превращается в 4 часа изучения Торы. То есть, у нас очень эффективно цдака. Тот, кто знает, что такое цдака, это люди, которым Всевышний дает, они тоже хотят давать, чтобы больше распространять свет Всевышнего в мире. Это называется цдака. Каждый доллар, вложенный в платформовая экран дает 4 часа изучения Торы. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, прекрасного дня, прекрасного месяца и до завтра. Завтра в 10 утра встречаемся с Божьей помощью и продолжаем увеличивать в радости. Все, всем пока.